Заканчиваем задание. Закончили задание. Сверяем то, что у нас здесь есть. Итак, много в одном, важное, нет воды, вода. Это касалось у нас использованию определенного артикля с географическими названиями. Также мы используем определенный артикль и в единственном, во множественном числе, когда что-то конкретное известно, когда какой по счету и самый-самый. А когда что-то новое, мы используем неопределенный артикль, но только в единственном числе, а во множественном, в этих ситуациях, когда это что-то новое, после be, после have, или когда есть какое-то описание, мы не используем вообще, потому что неопределенный артикль в форме a или n перед гласными используется только в единственном числе. Он произошел от слова один, an. Так, это было все по артиклям. И еще один момент, это отсутствие артикля. Для тех, кто язык более или менее знает, это не особенно важно, потому что вам и так понятно, вы не будете употреблять в этих случаях никакой артикль. Кто только начинает учить язык, вот здесь как раз надо пояснить, потому что люди берут правило и начинают использовать его везде, в каждом случае. И потом встает вопрос, а почему здесь не надо артикль? А надо ли здесь артикль? Где артикль ставить не надо? Итак, артикль не надо ставить в принципе, вообще получается в трех таких вот больших случаях, которые мы сейчас с вами разрисуем. Это я сейчас по-быстренькому пишу. Мы не ставим, когда есть отрицательное слово no, не ставим, когда есть число сколько, или когда есть указание на этот конкретный. В этих случаях мы не ставим, а также, когда у нас есть какой-то человек, и это его имя, ну и не только имя. Сейчас разберемся в каждом конкретном отдельном случае. Итак, отсутствие артикля. Так и называем майндкарту отсутствие артикля. Вообще, англоговорящие товарищи, они очень своеобразные. Они сначала напридумывали целую кучу правил, а потом начали думать, как бы от них избавиться. И есть несколько таких спорных случаев, где надо употреблять, где не надо употреблять. И люди, бывает, сами не знают, надо там или не надо. Так вот, решили, все, что касается человека и его анкеты, все, что с его именем связано, с фамилией, все, что вы пишете в анкету, надо брать без артикля. Василий Петрович Иванов без артикля. Из города Санкт-Петербург без артикля. Из России без артикля. Живет на улице Ленина без артикля. Там Ленин-стрит. И так далее. Там номер телефона, вообще не надо артикль. Там родился в таком-то городе, не надо артикль. В такой-то стране, в такой-то деревне, ничего не надо. Надо только, когда, где учился университет, для того, чтобы в своем резюме придать себе весомости. Тогда the поставим. А так нигде не надо. Но в основном это очевидно. То есть не надо ставить ничего. Но, а вот теперь это для тех, кто уже язык более или менее знает. Можно сказать the и поставить имя. Например, the Lena. Та самая Лена. То есть мы при помощи the, the Lena, там, где Лена приходила. Lena came to see you. The Lena. То есть та самая Лена. У нас есть клиентка одна, которую звать Нина. Вот она очень скрупулезно нас всех допрашивает на тему онлайн-английского, и наш консультант ей постоянно отвечает. Так вот, а передают ей кураторы. И они уже так ее называют. Это Нина. The Nina. То есть та самая, которая много-много вопросов задает. The Nina получается. То есть сразу всем понятно. The. Тебя директор спрашивал, the director, тот самый директор, вот, вот, сам, сам, сам директор, да, так-таки сам он, так. Но это, скажем так, такое вот, ну, больше исключения. Итак, мы не будем ставить артикль, если есть слово no. Про это я вам уже говорила. Отрицательное слово no очень удобное. Особенно с глаголом иметь и со структурой there is, there are. Мы не используем ничего, потому что функция артикля показать, это новое или это что-то конкретное. А если этого предмета нет, зачем вам показывать, что это новое или что-то конкретное? Предмета же нет. Поэтому I have no time. Ничего не надо. I have no mother. У меня мамы нет. Ничего не надо. I have no dog. У меня собачки нет. Если у вас нету тети. No aunt. Если у вас нету дома. No house. Все. Нет дома. Не надо показывать неизвестный или конкретный. Дальше, если у вас есть что-то типа один, два, три, десять, то есть слово, которое отвечает на вопрос, сколько? Если вы говорите, у меня один брат. I have one brother. Зачем вам говорить a, если вы уже one сказали? А если вы сказали I have two brothers, то зачем вам после have употреблять the? Мы же не употребляем, у нас же a после have. Но сказано два, и мы a уже не можем употребить. Там же два. Не можем уже сказать у меня один-два брата. I have two brothers. Нельзя сказать у меня один-два брата. Итак, если сказано сколько, больше чем один, мы не можем по условиям предложения. А если сказано слово один именно словом one, то нам не надо ставить артикль. Зачем нам масло масляное? Один-один два раза говорить. Итак, нет предмета, не надо артикль. Сказано сколько этих предметов, не надо артикль. И если в вашем случае есть какие-то слова, которые конкретизируют предмет, то вы не будете a ставить, потому что они конкретизируют, и не будете the ставить, потому что это излишнее. Какие слова конкретизируют? Вы их все знаете. Этот, тот, эти, те. Они же уже показали, что это конкретное что-то? Зачем вам еще артикль ставить? Они уже функцию эту выполнили. Мой, твой, его, ее, его, ее, неживого, наш, их. Если мы говорим «моя машина», мы же уже показали принадлежность машины и ее конкретность. Зачем нам артикль? Артикль нужен только тогда, когда мы не понимаем, новое это или старое. Если я говорю «my car», то уже не надо никакого артикля. И последнее, если мы отвечаем на вопрос «чей», но уже при помощи существительного. Например, «my aunt's car», «машина моей тети», «my aunt's car», «машина тети». В этом случае мы будем, опять же, без артикля, потому что показали «тетина машина». Нам не надо больше ничего. Ну вот, в принципе, и все. Итак, отсутствие артикля... Подождите, при чем здесь «any, many»? Мы сейчас говорим об артике. А, если стоит «some», «any», «no», ну да, то есть «some» уже определит какое-то количество, но давайте сюда его тоже внесем. Да, то есть есть слово «some», «any», так же, как и «no». «every», тогда мы тоже не будем использовать. Но здесь вообще никто не пытается ставить. Наверное, к тому моменту, когда мы в курсе доходим до этого места, уже люди приучаются не ставить в этих местах артикли, поэтому никогда не возникало. То есть вот здесь возникают вопросы, поэтому мы даем эту mind-карту. Итак, еще раз, мы не ставим никакой артикль, если функция определенного артикля уже выполнена другими словами. Если функция неопределенного артикля выполнена словом «сколько», «один», числительным «один», либо другими числительными тоже сказано «сколько». И слово «no» показывает отсутствие предмета. А также «some», «any», «every», так же, как и «no», тоже показывает, что вам не нужно, мы не можем сказать конкретное количество, поэтому мы спрашиваем «any» или утверждаем «some». А «every» – это «каждый», это уже некая конкретизация идет. Либо, когда у вас анкетные данные, имя, фамилия, отчество, город, место рождения, место работы, название компании. В основном это все имена собственные, они идут без артикля, за какими-то там исключениями. Итак, отсутствие артикля. Три основных момента и два таких побочных. Это реденько бывает, это мы запоминаем на самом начале. И держим в голове, что конкретизирующие слова исключают определенный или неопределенный артикль. «No» – отсутствие предмета исключает употребление артикля вообще излишне. И «сколько» – исключает определение любого артикля. Точно так же убираем. Мы с вами исписали целый блокнот. Вспоминаем, в отсутствие артикля у нас ушло сюда это слово «no». А вот сюда у нас «сколько», а человечек у нас сюда пошел. И вниз у нас пошло синеньким – это то, что конкретное. Это тот эти «те», дальше пошли «мой, твой, его, ее», то есть «чей» и еще «чей» там «мамин», «папин», «дядин», «тетин». И еще вот сюда мы сделали такое «some, any и every», то же самое. Перерисовали эту майндкарту, не глядя на то, что вы делали в конспекте. Перерисовали эту майндкарту, не глядя на то, что вы делали. Северный, юг, запад, восток. Тоже они как бы частично относятся к географии, и тоже это вот очень большие и важные части света. Их тоже можно отнести в важность. Северная столица – это же важное название такое, да? Это же для красоты. Оно не официальное, но оно же бытует между людьми. Северная Венеция, северная столица – это все для важности и для придания красоты и важности. Да, «the», тоже «the». Так, сравниваем то, что у нас получилось, с тем, что у нас здесь. Можно вот эти две части вообще как бы так исключить, вот это вот самое основное. Так, и поехали быстренько делаем обзор по всему тому, что делали мы сегодня. Итак, по структуре предложений, сейчас с вами будем закрывать, часть по структуре предложений мы уже отработали. Это мы отработали целиком подлежащее, которое у нас встречается в трех.